МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лёгкий взмах дирижёрской палочкой и зал наполняется музыкой. На сцене маэстро, руководитель Одинцовского эстрадно-симфонического оркестра Андрей Балин. Сегодня он принимает гостей в честь своего юбилея. Очень рада, что в такое трудное время у Андрея находятся силы и энергии для того, чтобы праздновать свой день рождения, свой юбилей, потому что на самом деле главное дело артиста – это радовать зрителей. Поздравить юбиляра пришли близкие друзья, коллеги по сцене, заслуженные деятели культуры и искусства. У каждого для Андрея слова восхищения его неиссякаемой энергии и трудолюбием. Энергии его – это на 100, нет, пожалуй, на 200, а может и на 300 человек, такой энергии, буйный человек, который сумел организовать в Одинцово, это же не Москва, это не Новосибирск, не Екатеринбург, не Петербург, не большие миллионники, где все это организовать не то, чтобы легче, но объяснимее было бы. Организовал в Одинцово эстрадно-симфонический оркестр. Сначала как-то незаметно, а потом он стал о себе все более и более конкретно заявлять. И я считаю, что это рождение одного из лучших на сегодняшний день оркестров в нашей стране. Вот так оно постепенно достигается, очень высокий результат, благодаря упорству, благодаря профессионализму. Военная служба, звание полковника. Его судьба была предопределена с рождения. Андрей родился в семье военных музыкантов. Ему некуда было деваться, потому что он музыкант и получился дирижер в третьем поколении. Потому что у меня отец тоже был военный дирижер, и я, и вот он, ну вот в такой семье родился. Если говорить глубже, то вот так получилось, что судьба военного музыканта у него очень интересная. Потому что кроме тех дедов, которые у него были, военные и дирижеры, и музыканты, у него еще один дед является участником обороны Брестской крепости. То есть все вот связано с военной музыкой. С ней он и шагает по жизни. Сейчас Одинцовский эстрадно-симфонический оркестр – визитная карточка не только нашего города, но и всего Подмосковья. А все потому, что к делу Андрей Балин подходит с любовью и настоящим профессионализмом. Очень даже интересно бывает, задают вопрос, ему задают вопрос, какую музыку вы больше всего любите. Мне очень интересно, как он отвечает. Какую же музыку он любит? Он же военный дирижер, он любит, он увлекается джазом, он играет симфоническую музыку. А какую же музыку он на самом деле сам любит? Он говорит, я люблю, мне нравится любая музыка, главное, чтобы она была профессионально исполнена. Именно на это нацелен и наш молодежный оркестр, спутник Одинцовской эстрадно-симфонического оркестра. Так он нацеливает и своих воспитанников, и нас, и управленцев, что главное в культуре – это профессионализм. В свои 50-е юбиляр и не думает останавливаться. Ведь выйдя на пенсию после военной службы, открылись огромные перспективы для настоящего творчества. Я когда ушел из вооруженных сил, я получил звание полковника, послужил звание полковника несколько лет. И в должности начальника кафедры, института военных дирижеров, ушел на пенсию. А теперь работаю с гражданским коллективом и реализовываю все, что не смог сделать в армии. Ну, в армии как? Там порядок и начали. А здесь есть возможность развернуться. Новые гастроли, выступления, концерты уже запланированы на весь год вперед. Осталось пожелать юбиляру, чтобы все обязательно осуществилось, и концертные залы были всегда заполнены зрителями и хорошей музыкой. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...